Депутаты и чиновники, федеральные эксперты и предприниматели. В Сургуте их объединила общая стратегическая сессия, где участники вместе должны достичь единых целей. Оценить деловой климат и придумать, как его улучшить. Это должно помочь в привлечении на территорию инвесторов. Необходимо искать новые ниши, в которых предпринимательство могло бы развиваться. Развитие городской среды – это одна из таких вот магистральных линий, где бы предпринимательское сообщество жило и развивалось. Заложены новые механизмы, в частности, концессия, о которой говорится сегодня. Формирование эффективной модели инвестирования в создание недвижимости, в девелопмент через гарантийное обеспечение этих инвестиций банками. Для фонда поддержки предпринимательства Югры это еще одна возможность с пользой вложить доступные средства. Механизм позволит помочь развитию бизнеса, поэтому также должны способствовать и консессионные соглашения. В рамках страны такая практика становится все более популярной. Общая тенденция движения в сторону консессионных соглашений не просто так, наверное, правительство нас наталкивает на это. Согласно профильным законам в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения, передачи имущества на сегодняшний день, муниципального имеется в виду, да, на сегодняшний день, возможно, только по консессии, если этому имущество более пяти лет. О ЖКХ в рамках стратегической сессии говорят много, но главный упор на цифровизацию. В Гражданском кодексе с 1 октября появятся соответствующие изменения. К примеру, в приказе Минстроя говорится о начале работы проектов «Умный город» и «Умный регион». Появятся такие задачи, как автоматическое сведение энергетического баланса, внедрение систем сбора данных и потребления ресурсов, система онлайн-мониторинга, выхода из строя объектов ЖКХ. Один из стандартов – это «Умная ЖКХ». Из шести задач в этом ЖКХ, то, что касается коммунального комплекса, я здесь обозначил. Это внедрение системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов и внедрение цифровой модели управления объектами коммунального хозяйства. Были определены показатели, такие, как число городов, на территории которых числяется автоматизированное управление, к 2024 году должно быть не менее 50%. К автоматизации и развитию подталкивает сама жизнь. С учетом естественных и агломерационных процессов Сургут уже давно стал центром Югры, а через 10 лет может оказаться самым населенным городом в северных широтах России. Мы на протяжении 2018 года провели огромную работу по актуализации нашей стратегии 2030 города Сургута по социально-экономическому развитию. И хочу вам сказать, что мы с уверенностью говорим, что Сургут 2030 году, согласно стратегии, достигнет численности 500 тысяч человек. Временные рамки нам задал президент, как минимум, до 2024 года увеличить и валовый национальный продукт, и высокотехнологичных рабочих мест создать 25 миллионов. Поэтому вот в этих рамках сейчас, наверное, вся страна работает. Ну и мы в том числе. За два дня участники шести рабочих групп просмотрят самые разные варианты развития Сургута. Эксперты и организаторы отмечают, формат выбран самый удачный. Именно так в последнее время проходит заседание Госсовета при президенте России. Эффект тоже будет. На последней подобной сессии в Пытьяхе удалось выработать полноценный план развития муниципалитета. Дмитрий Круховец, Сергей Коликов, Сургут. Интерновости.